вот сегодня у нас уже 18 по моему 18 июля 16 года мы на лагерном пруду вот он его видать где вот там по видно где крещение проходит вот это самое место там дальше видать это крест распятие нужно нам поднять уровень воды как вот здесь у нас был сток вот он есть сейчас бетонный вот он 1 2 3 4 ну тут уже сантиметров 60 эта вода задерживается но выше поднять никак нельзя там у нас сток сделан надо здесь поднять а как поднята и вот сейчас сделаем загородку сейчас покажем как смолим все это большие слеги вот какие слеги сделаны все это волоком на себе вот никита стоит владимир голендухин тут дома бы такую работу игру тебя не было но они стар у нас снимает держи-ка ни на чё не нажимай только руку засунь вот и вот сейчас смотри покажи туда покажи как вода течет внизу он вон там он туда поверни никуда не ходи на одном месте вот это лог я бы косили камыш в основном косил то володя немножко я вот так давай даже не знаю куда положить аппаратуру эту ладно сейчас мы будем здесь сделать давай-ка это у нас отработку привезли у машина отработку знает масло меняет и сейчас мы мажем мне кажется что бобру не понравится бобры огромные нору роют плотину уничтожают меня и сначала радовался что появились и никогда их тут не было а сейчас я вижу что действительно как в интернете пишут я же вот так давай ка нет и сразу все подай по одной не ходи шпалы вот они я стою на шпалах ну брали шпалы они гнильем вон они их видно где так все все будет нет а теперь надо носить будет оттуда мы сейчас заморажем если поворачивать что не стекала что мимо течет вот и думаю сейчас глину натаскали столом и сделать глиняный замок здесь но то столб воды уже достаточно 60 70 сантиметров надо теперь вода чтобы не протекала глиняный замок построить ну получится не получится тут у нас получилось хорошо засыпили за старые деревья вот а здесь деревья близко нет на той стороне поэтому яму выкопали сейчас будем стоп ставить мы потом как-то поднимать на проволоки на растяжки между ними будет стягиваться жердями сбитые будут и между собой проволока стягивать тогда она будет держать а потом бульдозер сверху пойдет теперь засыпать землю но пока самим вот ведрами носят братья чтобы замок сделать вот прямо рядом все кончились так все больше нету нету ну все я здесь кладу не задевайте чтобы не опрокинуть сейчас я покажу как что давай володя там это сайт никита подожди-ка давайте помогаем перекидывать там вот у нас не старт помощи сегодня провели тренировку как сохранить детей спрятать куда вот вещи нара под ногами прикрыли и маленько просто дыра огромная дыра до дыра такая что человек пролезет как он такую большую делает непонятно вот это скорая на ногу как оставил быстро о видишь место подгоная по врос его легоньки это никак не не повредить его здоровье а тут вот корж он садится ловит добычи а тот наш лагерь наш лагерь тут то тут у нас уже заготовка большая материала прошла большие следи стал бы братьям брать надо вот это привезли сейчас понесут а это вот резко резко я любят водки гуси ну а дальше что дальше рам наш показать место молитвы давайте уносите все и сразу большую вот эту засыпите и большой столб мы сейчас все на месте посмотрим как она будет выглядеть надо ставить вот сколько навозили наносили а то цикорий везде растет переродная чай этого смотрите все это огромные такие неподъемные почти шкурить надо это сорное дерево мы ни одного дерева не испортили которая в лесу растет ни одного но которое наросло там где наш пруд был внутри там по не более убираем все загородили чтоб скотина не заходила с двух сторон деревья растут вот думаем сюда на эту высоту поднять бульдозер как он будет все пока ну сегодня 19 июля 2016 года вторник вчера мы начали это вот с двух сторон видно вот бетонная корыто она посредине выше его поднять нельзя его только заваливать надо как глиной соломой трамбуем водой поливаем вчера мы сумели остановить она сочилась много воды но сумели остановить мы вчера в одиннадцатом часу ночи звонят приехала милиция в какое время ночью это даже предположить я не мог из них никак он говорит в десятом говорит часу он горит в одиннадцатом в одиннадцатом мне сказали так я говорю так как есть но 10 сейчас это тоже не 8 не 5 сейчас детей нету в лагере дети и день и детей нету я нашел самый лучший способ детские лагеря вообще все закрыть они правильно это делают потому что учителя развращают воспитатели там с девочками безобразничают я нашел выход какой хорошее отношение иметь с сельским населением отвозить детей туда образовать прогулки занятия дневные ну все как положено вот здесь были шпалы шпал мы сейчас вытаскиваем только две шпалы хорошие вот они лежат вчера мы тут вот дальше вынесли трактор придет вот эти три столбушка ветлы они будут мешать и мы их убираем сейчас пересадить надо вот никита работает здесь сегодня владимир галендухин его ребятишек разобрали тут племянники у меня были племянницы все по домам все а в дом они даже такого предположить не могу чтобы они лазили по домам еще не наступил этот момент лагеря нет лагерь закрыт они могут были дозерами снести что угодно то есть эти люди на все способны почему не работ не работь называлась не работь никто никогда не знал коммунисты этого не делали приезжали смотрели удивлялись первый секретарь райкома партии но никогда этого безумия не было чтобы так гонялись за детьми и вообще даже и сейчас все еще машина стоит данный момент вот пришли они видите чисто одеты переходите туда переодеваться нельзя нельзя просто давать им повод но опять пришли вот поработали у меня дома сухари вода целая фляга ну и не 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 забочит банка меду есть и бутылка растительного масла если потребуется так лишь как вываливаем стали работать вы маленько закрутите штаны чтобы по ним не ходить они слишком длинные у вас руки обмойте и они у вас сохраняться внизу чистенькие видишь как работает вот это внизу яма это вода тут бурлила туда падает мы сейчас сравняем вот здесь высоко потом бульдозер чтобы прошел вот так вот между этими с одной стороны и с другой вот как вчера сделали а между собой они будут стянуты проволокой чтобы не разошлись несколько связок будет ну и дальше бульдозер должен теперь пройти а то с двух сторон он делал там стал тонуть надо брать с этой стороны если бульдозер будет нынче сумеем и ну и пруд сразу поднимется минимум полметра воды уже он маленько устоялся вот так клади здесь погода хорошая облака вот это новозоринский околок считается там отец мой дежурил там какая-то бригада была новая заря весь колхоз тоже назывался новая заря там волки нападали на наших собак история за историей может быть рассказано это корченские кто там сожгли рощу такой рощи я не видел огромная роща пасека и на каждой березе 8 12 гнезд грачины там зайти просто грасть стоит все сожгли сожгли тракторами выворачивают воруют и за этим никто не смотрит одновременно 300 пожаров возникло это 10 октября 98 года я помню дату эту и здесь она вот это горела по всему краю в крае 300 пожаров круто но никто не тушил конечно осень зачем бы это было и вал огня шел и мы все выходили самый лучший способ тушения солдатские шинели были обмакивать их в воде и это бить тогда огонь сбивать сильный сильный ветер был и нагнала сюда вал огня был ну да лога тут сухой камыш но шинелями этими прекратили остановили огонь господь остановил ну а домашние все старые малые все сидели молились поджоги это все горит вот советское время мгновенно нашли бы я почему говорю советское время это самое страшное время было но и такого не было детские лагеря не так такие нормы что медицинские там под 40 предметов на жопу где я возьму когда в частном порядке лично я организовал не община лично сам своей инициативой и своей инициативой один с помощниками с волонтерами ведем вот это дело но ответственность здесь все падает на меня что такой есть лагерь и натравили его патриаршие дворкины на рождественских чтениях видимо 7 января нынче рос потребнадзор надо на них сразу загалдели все давайте писать давайте писать сергианцы стопроцентные сергианцы и это все и маукнется когда-то так это что это мы на лагерном пруду это никита андреевич колесников вот мы сыпем здесь шпалы последнего уберем на дальше там бетонный спуск глубокий такой до самого он там т.к. фартук видны называется фартук по сторонам вот и у него получается в прошлом году он намного хуже долбил и главное говорю как никита две ноги одна на шпале стоит другая на вчерашнем бруствере а посередке мы сейчас глину делаем глины чтобы было прошлом году я попросил здесь кучу сделать вот здесь кучу сейчас мы ее выбираем то есть заранее шпалы вытаскиваем и вот он ее долбит идет главное сухой ногой перебуться то негде обувь то в лагере а там милиция охраняется чтоб ее не тревожить они же ночью спали охраняли какую честь нам оказывают это когда меня арестовали меня подполковник водил в туалет на улице в сортир я смеялся какая честь пошли у меня там где сарай сарай пошли а там у меня большая конура для собаки я в уголовном розыске занимался еще а сверху поленится и туда эти студенты юридического факультета лезут под кровать а там столько колодок надежа васильевна тапочки шила профессионально а я переплет и они все там чего не искали то крамольную литературу крамольную антисоветскую это было восемьдесят шестом году я ему и говорю от вас научили лазить по чужим-то а дальше вы будете грабить людей и сам сядешь сюда выговорил мне главное понятых призвали они расписываются тупицын и карманов вот нарочно не придумаешь говорящие фамилии тупицын и карману никого нету все померли мой отец всегда говорил кто раскулачил гнал их они не раскулачены обижали они горят подохли а я все еще живу инвалид войны и безруйки 10 детей живых гнобили как хотели в план забирали все гуся обычно 5-6 гуся у отца 12 представь себе 45 гуси их прямо столько гусей осенью приедут все заберут вообще фронтовик 10 ребятишек у отца на руках живет мать мать ману теща у синяя ивана на чунарёва у которой три сына было только все ушли артиллеристами погибли у лапетов понятно ни на что не смотрели которая обирала их вот все это ну птица какая летит показать хотел по назвали видимо пороскови то и где-то она пила пьяная упала замерзла и руки ноги отрезали и отец говорит может быть мои слезы отлились вот так присядь как охоза баблатов иван андреевич он мне нравился потому что у него голубка была там сизая а породистых я не знал что существует и он мне и отдал я увидал она сидит я обомлел и он отдал и я к себе принес у меня голубей было ну сотни три наверное вообще но отец работал за быками ходил и его поощряли суковат сын был первый секретарь райкома партии видимо и встретился с отцом как-то он и говорит как сапоги то по размеру он говорит какие но вам же сапоги дали то вам нельзя давать ботинку одной рукой так как зашнуруешь отец говорит ничего нету да как куда же мы же передали а председатель их на делу носит председатель и отец его вспоминал он горит не воевал под броню был когда мы теряли все ну почему он под броню был то есть не брали он не не королев значит счета чем-то знаменитый был наверно ну такая история видишь какой час продолбит опять глина солома глина солома нет песка египет глина солома от принц египта вот так вот вручную работаем а там у нас когда стоит машина милиция охраняют все как надо обиды ни на кого нет мы молимся за них вот так вот так 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 владимир галиндукин екатеринбург правильно я говорю правильно вот группа 4 у него привез двух православных один принял крещение алёша и два пятидесятника из 50 ников мы вчера мы вот это сделали сейчас это уберем все шпал это и можно стягивать будет проволокой прибивать и стягивать замечательно никита вот как господь дает нам а чё волны идут тут у нас крещение проходит крес из воды солома таскает владимир мешками заранее привезли к тюйки с собой инструмент никто не мешает прекрасно хорошая погода милиция охраняет мощь дежурили сейчас дежурит вообще удивительно бог дает охрану коров гонят далеке видать коров скрывается уже вот а мы здесь сетку рабицу на дно вот никита залез не прислоняйся никита к этой бубалки вот тогда будет падать земля она не будет задерживать как ячейки от когда проводят где-то дорогу то такими вот сеть с этими ну другими они обтягивают склоны чтобы не не было схода все давай эти веревочки веревочки бери давай а надо ли они надо обязательно по моему хорошо на зацепляет завяжи завяжи нескольких местах она все будет тянуть она за ней понят они не сгниют там привяжи в разных местах не прислоняйся только наклоняйся ниже надо бывает так что-то у нас узнали что нас тут тревожит ну гнать то даже нельзя сказать она ничего плохого не сделала ни потреб роснадзор никто ничего не сделал нам плохого то вот в чем дело то панику наводят в родители там где-то плачут но поплачут еще из этого он далеко наших коров гонят ну а как же мать софи веру надежду любого вещевала мать семерых не маковейских сыновей каждого уговаривала принять казнь казнь никита чуть пониже делай не прислоняйся вот так приматы на разные по несколько раз туда что прошло когда она натянет ее она же может вырвать а веревочка не мы сейчас начнем туда кидать опять глину ниже делай голову смотри а то там промазано отработкой в разных местах возьми вот такое дело и вот переживают то матери щи дети у нас еще переживать то вы веры не имеете никакой дети это тебе не принадлежат а богу бог дал киеву говорит бог дал бог взял десятерых в один день похоронить пришлось да каких детей а тут скажи то расстанались а это испытание маленькая нам не милиция не прокуратура никто ничего не сделали плохого еще раз говорю потому что в разных лагерях они не знают как бороться люди неверующие пытается умом решать эти слова проблемы я его терпеть не могу слова нерешенный вопрос все вы согласники то у нас отпадает а сейчас будем кидать туда мы начинайте кидать а я буду солому трусить так владя возьми туда мешочек этот с завязками вот так седайте туда пошел ты палочку так и не убралась под них я же просил ну она лежит там палочка это вода там будет течь я так не хотел этом мы прощищаем листики даже убираем она сгниет это дыра будет там потихоньку вытащи и выбрать да можно можно так вот это вот надо сначала выбрать ровно край до со всех сторон все продолжаем дальше это все у нас сегодня здесь на лагерном пруду сегодня 19 число маленько пораньше закроем лагеря официально дети разобраны живут по гостям лагеря нету закрытие произошло вчера ночью запомните это вот владимиру звонят там беспокоиться да да вертись богу где ваша вера то где вера то бог дал бог взял и когда он сказал насчет детей десятерых потерял навсегда и что интересно златоуз говорит все у него увеличилось а бог в два раза больше дал а детей то говорит не в два только десять он говорит так те то живые и получила два раза больше но златоуз вообще чудо толкование все никита давай сюда бросай прямо оттуда ты ведрами будешь ну давай ведрами а я помаленьку туда буду трусить солому потом маленько там при при топшем никто туда не пролезешь а видите как интересно деревне жить всегда работа есть работать руками работать умом работать без устали ночью и днем а там уж что будет так будет пускай так нужно работать мы дружно давай это федоров амулевский поэт такой был его мало кто знает вот туда все пошло сеточку рабису привезли над настоящая работа идет